Приветствую, уважаемые трейдеры. С вами я, Мария Кухтой. Вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре, ребята, будут свежие торговые рекомендации для вас на предстоящую торговую неделю. Это первый блок обзора. Второй блок сегодняшнего обзора. Проанализирую свои предыдущие публичные торговые рекомендации. Посмотрим текущую картинку по этим инструментам. И также сегодня еще отвечу на ваши вопросы, которые были ранее, которые вы задавали под моими предыдущими видеообзорами. И также покажу свою работу в вип-канале за прошлую торговую неделю. Прежде чем мы с вами перейдем к анализу основных финансовых инструментов, я бы хотела напомнить о том, что данный видеообзор выйдет на моем YouTube-канале «Мария Кухтой Трейдер» сегодня, в субботу, 22 июля. И на YouTube-канале «Компания Маркетс» видео продублируется в понедельник, 24 июля. Ну что ж, давайте начинать. Первый блок сегодняшнего обзора – это свежие торговые идеи для вас. Ребят, я бы хотела начать с нефти. На самом деле, нефть марки Brent неплохо сейчас показывает локальную картинку для дальнейшей работы на покупку. На покупку в сторону тенденции краткосрочной, которая у нас образовалась с конца месяца июня, продолжается по сегодняшний день. Поэтому в сторону этой тенденции дальше рекомендую лонговать нефть. Обращаем внимание на откатную зону поддержки 78,2. Это минимум коррекции, которую мы с вами увидели 17 июля. После чего перекрыть лонговые несколько дневчик консолидации. Позиции удержали еще в моменте свежую откатную зону поддержки 79. Поэтому выше данных ценовых зон работаем в лонг по нефти марки Brent. Я считаю, что либо секущих, либо еще будет какая-то локальная у нас коррекция до набора торговой позиций в рамках пятничного роста. Но тем не менее, учитывая картинку локальную, нефть уже готова дальше расти. Поэтому открываем лонги выше поддержки 79, с целью на пробитие сопротивления 81,40 и выше. Пробиваем данную ценовую зону сопротивления. Дальше уходим наверх по нефти в сторону локальной тенденции, которая у нас присутствует за последний торговый месяц. Хочу отметить, что несмотря на то, что тренд у нас нисходящий, среднесрочный нисходящий тренд, текущая картинка локальная позволяет, ну как минимум, краткосрочно дальше работать в лонг. Тем более, что мы прорвались выше ключевой консолидационной зоны сопротивления 78. Об этом уровне я неоднократно ранее говорила. Здесь у нас довольно длительная консолидация позиции была с удержанием этой ценовой зоны. Видите, консолидация позиции 2 торговых месяца. Мы прорвались выше этой зоны, откатили, зеркально тестировали ее и нарисовали здесь хороший лонговый паттерн. Поэтому дальше рекомендую вам лонговать нефть марки Brent. Кроме этого, хочу отметить, что в своем закрытом канале я еще ранее с подписчиками, еще на прошлой торговой неделе, значит, я рекомендовала работать с подписчиком в закрытом своем канале Вип Мария Кухта на покупку нефти еще 19 июля в среду. Торговая идея на покупку. Здесь у нас такая локальная формация была. Я рекомендовала открывать покупки по нефти выше откатной зоны поддержки 78. То есть того уровня, о котором я сегодня сказала на сегодняшнем обзоре. Потом сопровождала свою торговую позицию. Давайте посмотрим сопровождение по нефти. Когда у нас нарисовалась локальная подтверждающая информация, об этом я написала. То есть интродэй мы себя отработали, посмотрите. Интродэй мы уже в тот же день начали локальный рост. И потом продолжили консолидацию позиций, нарисовали ту откатную зону поддержки, которую я вам сегодня сказала в своем видео, то есть в торговой рекомендации на покупку нефти. Вот нижняя зона поддержки, которую удержали два дня, оттестировали, проконсолидировались выше, из-за которой у нас была борьба. Да и в принципе видите сейчас, что нефть уже показала локальную реакцию на эту ценовую зону. Еще раз отмечу 79, ценовая зона поддержки. И есть вот локальная отработка наверх. То есть в закрытом канале с подписчиками мы еще ранее работали с нефтью, еще на прошлой торговой неделе. Тем не менее, сейчас публично я вам рекомендую дальше продолжать работать на покупку. Если вы желаете получать торговые идеи от меня вовремя, и по более привлекательным ценам, можете оформить подписку на мой закрытый телеграм-канал ВИП-Мария Кухта. Вся информация по поводу подписки. Предоставлю, всю информацию предоставлю в личку, то есть пишите мне в личку. И обязательно отвечу на ваши вопросы по поводу подписки и по поводу обучения, ребят, кому интересно, кому интересует. Следующая торговая идея для вас – это валютная пара USDCAD, валютный рынок. Значит, с валютного рынка USDCAD интересную картинку сейчас рисуют. На самом деле здесь самодостаточный лонговый паттерн у нас сформировался. Уже есть все необходимые элементы для того, чтобы открывать лонги по данному инструменту. Выше поддержки в районе 1,3160, минимум коррекции после заходного импульса, который у нас прошел 14 июля. Коррекционное снижение, борьба за эту ценовую зону. В четверг неучка закрылась выше, и пятница – это замечательная лонговая реакция, которая говорит о том, что дальше валютная пара USDCAD собирается двигаться наверх, как минимум краткосрочно, ребят, потому что все-таки тенденция присутствует шартовая. У нас здесь среднесрочная нисходящая тенденция, но тем не менее локальный самодостаточный паттерн дает возможность прогнозировать дальнейшие покупки. Дальше я буду сопровождать свою торговую идею в закрытом канале. Если интересует сопровождение моих позиций, подписывайтесь на закрытый канал. Там я всегда делаю апдейты своих как публичных рекомендаций, так и тех рекомендаций, которые получают еще дополнительно подписчики моего закрытого канала VIP-Мария Кухта. Что касается валютной пары USDCAD, какая у нас здесь перспектива? Ну, во-первых, перспектива контур-тренд, поэтому какие-то цели озвучивать сейчас не буду. Техническая цель первая — это максимум роста, который мы с вами видели в районе 1.3365. С этой ценовой зоны мы увидели новый переллоу по данному инструменту. Но еще раз отмечу, что это всего лишь навсего техническая цель. А я уже буду по факту смотреть, то есть когда у нас будет подтверждаться дальнейшая ланговая картинка, обязательно буду информировать своих ребят в закрытом канале VIP-Мария Кухта в Телеграме. Поэтому интересует дальнейшая ситуация. За бдейтами подписывайтесь на мой закрытый Телеграм-канал. Торговая идея для вас. Открываем покупки либо с текущих, либо от коррекции. Возможно, еще будет одна откатная дневочка. И это вполне допустимо, потому что рынок еще может добирать торговую позицию в рамках импульсного роста, который был в пятницу выше поддержки 1.3160. Так, следующая торговая идея для вас, ребят, DAX. Фондовый индекс DAX 40. Интересная ситуация здесь рисуется. Интересная ситуация тем, что есть неплохая комбинация для дальнейшей работы на покупку по фондовому индексу DAX 40. Давайте посмотрим картинку более глобальную. Более глобальная картинка у нас как ванны. Присутствует восходящая тенденция, среднесрочная восходящая тенденция по DAX. Здесь у нас была попытка прорваться ниже поддержки 15.715. Не смогли это сделать медведи и быки, в принципе, подтвердили свои позиции, уверенные позиции по фондовому индексу DAX 40 в сторону тренда лонгова, в сторону тенденции восходящей. Показали, показали заходной лонговый импульс, который начался 7 июня, закончился 13 июля. И вот это движение наверх, и это заходной лонговый импульс по DAX текущий, который подтвердился по следующей правильной консолидации. Что имеем в виду правильно, это значит, что консолидация подтвердила этот импульс. Для того, чтобы можно было открыть дальнейшую сделочку по любому инструменту, по любому рынку, по любому инструменту, нам нужен торговый паттерн, который состоит из неких элементов. И один из этих элементов — это защитное движение. Если это защитное движение подтверждено, в таком случае будем дальше работать в сторону защиты. Так вот, по DAX у нас все пазлы сложились, у нас вся комбинация здесь присутствует. Защитное движение, импульс наверх, подтверждение в виде консолидации. Одно из способов подтверждения по моим моделям, по моим паттернам, которые я разработала. И предлагаю торговать, анализирую рынок по стратегии своей авторской защитной трейдинга. Здесь сформировался один из подтверждающих элементов по DAX. И таким образом все это дает возможность спрогнозировать дальнейший лонг. Вышеподдержки 16.0.45 с целью на прорыв текущего сопротивления 16.95. Здесь такое еще у нас присутствует сопротивление, но я думаю, что его мы будем пробивать. В силу того, что паттерн сейчас лонговый, локальный, который дает возможность дальше работать в сторону тренда. С целью на пробитие сопротивления 16.200 ценовая зона. И следующая цель для роста – это сопротивление 16.325 уровень, фактически максимум месяца мая и максимум месяца июня. Пробиваем эту ценовую зону. Дальше уходим наверх в сторону восходящей тенденции по фондовому индексу DAX 40. Потом из текущих можете открывать покупочки и ожидать дальнейшего импульсного выброса наверх. Уже есть локальная консолидация, которая дает возможность дальше работать в лонг по данному инструменту. Так, ребят, еще один инструмент хочу сегодня проанализировать. Торговую идею для вас еще по одному инструменту – это натуральный газ. Натуральный газ, на самом деле, я неоднократно анализировала в своих предыдущих обзорах. Неоднократно этот инструмент, анализ этого инструмента был затронут мной в предыдущих моих публичных видеообзорах. Но сейчас, что у нас сейчас уже видно? У нас уже сейчас полностью сформировалась лонговая картинка, ребята. Лонговая картинка среднесрочная, которая позволяет работать дальше среднесрочно на покупочку по натуральному газу. Хочу сказать, что я еще ранее отмечала, что буду рассматривать среднесрочные покупки. В прошлом своем видеообзоре я отметила, что натуральный газ у нас локально находится в давлении вниз. Смотрите, у нас получается, значит, закрывается пятница 14 июля, и чуть-чуть давление вниз здесь присутствовало. Я говорила о том, что локально еще смотримся на давление вниз. Но все-таки в перспективе я буду искать лонговый паттерн локальный, который позволит подтвердить тенденцию восходящую, которая была до этого. То есть восходящая тенденция длилась у нас с начала месяца апреля и до конца месяца июня. Вот эта восходящая тенденция сейчас подтвердилась, ребят. Можно дальше среднесрочно работать на покупку. По натуральному газу я хочу отметить, что для вас сейчас в обзоре публичном я рекомендую открывать покупочки уже, соответственно, после закрытия пятницы, да, когда у нас уже на выходных я записываю обзор. Но своим подписчикам в закрытом канале я рекомендовала открывать покупки по натуральному газу. Еще ранее, еще ранее, ребят, на самом деле мы уже в плюсе сидим, мы уже зарабатываем на покупочке натурального газа. Давайте посмотрим этот сигнал. Сигнал 20 июля получили подписчики моего закрытом канале в четверг. Коррекция закончилась, можно открывать покупки с перспективой на перехайп. Смотрите, это торговый сигнал, куда ставить стоп-лосс. И в моменте мы уже себя отработали. В четверг и в пятницу это внутренняя дневка, которая подтверждает дальнейшую восходящую перспективу по данному инструменту. Давайте посмотрим текущую картинку. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть локальный лонговый паттерн, которого я ждала, кстати, еще ранее, о котором я вам говорила на своем прошлом публичном обзоре. То есть я говорила о том, что нужно ждать локальный лонговый паттерн, который подтвердит предыдущую лонговую тенденцию. Таким образом, все это комплекс можно использовать для среднесрочной торговли и открытия позиций для среднесрочного лонга. Так вот, самодостаточный лонговый паттерн. Мои ученики понимают, что я сейчас говорю. Мы проходили и проговаривали этот момент на последних занятиях по натуральному газу. Момент этот проговаривали на последних занятиях с учениками. То есть были вопросы по поводу точки входа. Но на самом деле я объяснила свою позицию. Здесь довольно понятная, четкая торговая ситуация была сформирована на покупочку. И когда эта покупка уже сформировалась, ребят. После того, как перекрытие произошло во вторник, 18 июля, и среда подтвердила и это перекрытие. На самом деле эти моменты очень важны, потому что без них, в принципе, невозможно увидеть дальнейшее направление по инструменту. Если до этого я еще рассматривала краткосрочные продажи, видите, окончание продаж. Окончание продаж закончилось именно вот этими двумя элементами перекрытия с подтверждением локальным. Таким образом, один лонговый паттерн локальный, внутри более крупного лонгового паттерна. Две момента подтверждения, две формации, подтверждающие дальнейшие лонги, позволили определить лонг еще в четверг. То есть в четверг мы вот это движение уже забрали. И сейчас инструмент показал в пятницу внутреннюю дневочку в рамках этого движения и продолжает смотреться наверх. Поэтому моя торговая рекомендация для вас. Среднесрочно работаем в лонг по натуральному газу, либо секущих, либо еще у нас какой-то будет донабор торговой позиции в рамках вот этого роста. То есть нужно учесть, что сейчас у вас уже получается такая довольно амплитудная возможность для коррекции, потому что есть перекрытие раз и есть отработка уже два. В рамках этих двух импульсов инструмент еще может добирать торговую позицию, а может и с текущих уйти наверх. То есть эти моменты вы должны понимать, если будете открывать покупки с текущих. Если же вы желаете опять-таки получать от меня торговые сигналы по хорошим ценам, по более привлекательным ценам, подписывайтесь на мой закрытый канал. Ребята, в вип-канале я всегда актуальную информацию для своих подписчиков предоставляю. Я информирую о каких-то апдейтах, о каких-то изменениях. Вот как сделала по натуральному газу, хотя в принципе мы не шортили натуральный газ до этого. То есть я шорты не открывала в закрытом канале. Только покупки. Здесь первую покупку открыла после вот этого движения. Я вам об этом на прошлом обзоре говорила. Здесь получили стоп-лосс, потому что чуть в моменте ушли, но тем не менее вот эти импульсы сделали. И вот следующая покупка, которая сейчас в профите и которая, как я уже сказала, перспективно, среднесрочно осмотрится на покупку. Почему наверх? Почему среднесрочно наверх? Потому что если посмотреть в более крупном формате данный инструмент, у нас здесь slow, вы можете видеть такое параболическое закругление. Это еще один дополнительный элемент, который подтверждает среднесрочность данной позиции, среднесрочную возможность вернее данной позиции, и который усиливает наш ланги. Поэтому вам я это тоже говорю. Вы это можете использовать в своей торговле. Какая у нас перспектива для роста? Ребята, смотрите, здесь есть сопротивление 825, ценовая зона сопротивления, пробиваем ее, дальше улетаем наверх, потому что больше никаких преград для роста у нас не будет. Поэтому покупки либо с текущих, либо от коррекции в рамках основных перекрывающих движений от 18 июля и 20 июля. И с целью среднесрочно. Так, значит, натуральный газ мы с вами посмотрели. Это были все торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю, публичные. Больше торговых идей, ребят, в закрытом канале. Если желаете получать больше торговых сигналов с сопровождением, с анализом входов и так дальше. Конечно же, большее количество инструментов затрагиваю в закрытом канале. Даю как торговые сигналы, так и торговую аналитику. То есть анализирую основные интересные инструменты, на которые я рекомендую обратить внимание своим подписчикам, потому что знаю, что они торгуют разные рынки, разные инструменты. И, учитывая этот факт, соответственно, анализирую довольно масштабный, обширный, я бы сказала, блок инструментов. И, соответственно, отбираю самые перспективные из них. Поэтому, если интересны мои торговые идеи, мои торговые сигналы, подписывайтесь на закрытый канал. Для оформления подписки пишите мне в личку. Всю информацию передоставлю для вас в индивидуальном формате. Так, теперь давайте переходить к второму блоку сегодняшнего обзора. Это апдейты по предыдущим моим торговым рекомендациям. Натуральный газ. Это была первая рекомендация предыдущая. По натуральному газу свое мнение я уже высказала в первом блоке. То есть, кому интересно, посмотрите. Сегодня была торговая идея по натуральному газу для вас. Посмотрите в первом блоке обзора. Так, по поводу других инструментов. Значит, я еще рекомендовала открывать покупочки по Amazon акции. Ну, смотрите, акции еще добираясь торговой позиции. Пока отмен сценария нет. То есть, на таких еще дополнительных консолидационных, скажем так, моментах мы еще находимся по акции Amazon. То есть, у нас происходит такая длительная консолидация позиций в рамках основного импульсного роста. Этот импульс произошел у нас 22 июня. Основной импульс, после чего длительное накопление позиций с удержанием, поддержкой в районе 115,7 и сопротивлением в районе 129, 121. Фактически ценовая зона сопротивления. Видим, что есть реакция на сопротивление, но, тем не менее, поддержку тоже мы продолжаем удерживать. В моменте чуть-чуть зажимаемся вниз сейчас, но, учитывая тренд, учитывая характер накопления, я думаю, что очень скоро мы прорвемся выше сопротивления и дальше будем уходить наверх. Поэтому торговая идея остается в силе. То есть, та торговая рекомендация, которую вы получали в прошлом моем видеообзоре, покупки выше поддержки 115,8, она остается актуальна. То есть, пока отмены сценария не произошло. Давайте еще посмотрим то видео, о котором я говорил. Значит, видео о торговой идее натурального газа Amazon BNB. Вот это то видео. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» и всегда получать торговые идеи от меня. Либо по выходным я списываю обзоры, либо на протяжении недели, тоже если есть какие-то интересные инструменты, интересные мнения по рынку, я тоже могу записать дополнительный какой-то обзор. Но, конечно, больше идей, больше рекомендаций, ребят, в закрытом канале. Так, BNB, давайте еще посмотрим. Криптовалюта. Криптовалюта BNB. Ну, посмотрите, что у нас сейчас происходит. Пока по данному инструменту отмены сценария нет. И об этом я вчера, значит, информировала подписчиков своего открытого телекрам-канала «Мария Кухта Трейдер». Я продублировала свой пост из закрытого канала, и там шлось о том, что действительно сейчас у нас просто-напросто еще до набора торговой позиции происходит по BNB. Пока нет отмены лонгового сценария. Пока просто более глубокую коррекцию мы показали. Сейчас мы удерживаем поддержку 240, ценовая зона. Есть поджатие наверх на дневном таймфрейме. Есть здесь все необходимые параметры для дальнейшего роста. Но единственное, что смущает, такое еще локальное маленькое перекрытие. То есть хотелось бы, конечно же, увидеть более какое-то амплитудное перекрытие по BNB. Но, учитывая другие параметры, другие элементы, я думаю, что очень скоро этот импульс мы увидим. И его уже можно будет словить, на нем уже можно будет заработать. Потому что, допустим, в закрытом канале с подписчиками мы сидим в покупке по BNB. Я еще раз отмечала, что сейчас покупки актуальны, сейчас покупки сохраняются. Отметила это для своих подписчиков. О чем проинформировала своих подписчиков открытого телеграм-канала Марии Кухтотрейдер вчера. Итак, что сейчас по данному инструменту? Сейчас покупки выше коррекционного уровня поддержки 240 с целью на обновление максимума, в котором мы с вами видели, 14 июля в районе 262. Все-таки, я думаю, что шансы уйти наверх сохраняются. Импульсы хорошие здесь есть, тенденция локальная есть восходящая. То есть, да, такая с волнами небольшими. То есть, коррекционно все-таки довольно сильно зажимали вниз. Но, тем не менее, откупали. И, я думаю, что текущее движение вниз, которое было до этого по BNB, и это коррекция для того, чтобы дальше двигаться наверх. Поэтому актуальность моей торговой рекомендации я подтвердила, объяснила. И я думаю, что если вы торгуете крипторынок, если вы торгуете BNB, то можете дальше продолжать работать на покупочку по данному криптоинструменту. Так, ребят, это были апдейты. Апдейты по предыдущим моим рекомендациям публичным, которые вы получили в видеообзоре на прошлых выходных. Дальше давайте еще по вашим вопросам. Я бы хотела сделать апдейт по инструменту, индексу евро 50, который торгуется на биржи на сдак. Был вопрос ранее. Я говорила о том, что у нас здесь есть сильный уровень сопротивления. В районе 11.05 ценовая зона, ниже которой шарты. Но смотрите, когда я записала обзор на тот момент и отвечала на ваш вопрос, это действительно было так, потому что у нас была локальная реакция вниз. У нас было чуть-чуть здесь присутствовало давление вниз, но и, в принципе, могли уйти краткосрочно на снижение. Но что сейчас изменилось по данному инструменту? Смотрите, мы сейчас показали реакцию на откатную зону поддержки 10.89, 10.90, грубо говоря. Минимум коррекции. Есть лонговое перекрытие коррекции. Есть заходной защитный импульс лонговый. И есть восходящая тенденция. Поэтому все шансы, что пробьем сопротивления 11.05 у нас сейчас присутствуют. Таким образом, я рекомендую работать дальше в лонг по данному инструменту, если вы торгуете евро 50 секущих, либо еще, возможно, какой-то локальный донабор торговой позиций будет, но учитывая характер поджатия наверх, я думаю, что из секущих есть шансы улететь наверх по данному инструменту с целью на прорыв сопротивления 11.06 и выше в сторону тренда продолжает смотреться евро 50. Поэтому апдейт сделала, и можете воспользоваться моей торговой рекомендацией на покупку. Так, я напомню, что вы можете задавать свои вопросы в комментариях. Если есть у вас вопросы по каким-то инструментам, по рынкам, пишите тикеры инструментов в комментариях, обязательно буду отвечать на своих следующих обзорах. Ребята, также хочу сказать, что я анализирую все рынки, как валютный рынок, так и фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серейовый рынок. Все рынки анализирую с позиции своей авторской торговой стратегии защитный трейзинг. Если интересно мое мнение, еще раз пишите тикеры в комментариях, отвечу на ваши вопросы и выскажу свое мнение по тому или иному инструменту. Если по инструменту ничего нет, я так и скажу. То есть скажу, что сейчас ситуация не торговая, нужно подождать формирование какой-то формации, для того, чтобы можно было открывать дальнейшие сделки. Что, в принципе, и по NASDAQ сейчас прослеживается. Еще один вопрос был от вас, и это по фондовому индексу NASDAQ. Ребята, NASDAQ, смотрите, вы спрашивали, почему NASDAQ падает, другие индексы растут, NASDAQ просто-напросто уходит на коррекцию. Вы не сравниваете инструменты, потому что каждый инструмент имеет свою историю, каждый инструмент имеет своего покупателя-продавца. Вы смотрите на ситуацию по этому инструменту. Вот если сейчас анализировать фондовый индекс NASDAQ, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть довольно сильную восходящую тенденцию. В тренде данный инструмент находится. Да, мы уже хорошо выросли за последнее торговое время. То есть начиная с 12 июля у нас здесь довольно-таки хороший рост продолжался по фондовому индексу NASDAQ. Ну, показали реакцию на максимумы локальные 15.855. Вот и все. Это сейчас, возможно, коррекция. Ну, скорее всего, коррекция, потому что больше информации от рынка сейчас не вижу. Здесь ни в коем случае шортить мы не будем, а покупать тоже мы не будем, потому что инструмент в локальном давлении вниз, инструмент находится на коррекции, которую как минимум нужно перекрыть для того, чтобы дальше ланговать. Другими словами, инструмент движений, скорее всего, на этапе коррекции. Мои ученики знают, что нужно делать с коррекцией для того, чтобы дальше торговать инструмент в сторону основной тенденции. То есть в данном случае на покупочку коррекцию нужно перекрывать. Каким образом? И это все я рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Поэтому сейчас ничего мы за знак не делаем. Почему падает? Ну, потому что корректируется после трендового движения. Вот и все. Сейчас вне рынка. Так, на вопрос ответила. Значит, и еще один блок сегодняшнего обзора. Это я бы хотела вам показать свою работу в вип-канале на прошлой торговой неделе. Давайте посмотрим. Значит, начнем с понедельника. Начнем с понедельника. Это у нас 17 июля. Я вам покажу, как я работаю в закрытом канале. Каким образом сопровождаю торговые свои позиции. Какие торговые идеи дополнительно получали от меня подписчики в закрытом канале. Хочу в двух словах сказать, что дополнительно, ребят, дополнительно, те, кто подписан на мои ресурсы, а именно на YouTube-канал Мария Кухтотрейдер и мой открытый телеканал Мария Кухтотрейдер, вы от меня еще в среду вечером получили торговые идеи, то есть видео с торговыми идеями по крипторынку. Биткоин, эфир и флоу-юз.дт я рассмотрела, а также высказала свое мнение по катону, по фьючерсу на катон и по фьючерсу на долгосрочные казначейские облигации. Кому интересно, посмотрите это видео. Значит, если вас интересует мое мнение по крипторынку, биткоин, эфир и флоу-монета, посмотрите это видео. Хочу сказать, что в закрытом канале гораздо больше торговых идей было по крипторынку с сопровождением и так дальше. То есть если вас интересуют апдейты по крипте сейчас, то есть мое мнение текущее по биткоин, эфир, подписывайтесь на закрытый канал. Все в закрытом канале. Я пишу, я информирую ребят своих о том, что дальше вижу по инструментам, каким образом дальше работаем с инструментами. Если происходит отмена сценария, тоже это говорю, информирую ребят об этом. Если сценарий у нас в силе продолжается, в таком случае я пишу, что удерживаем там сделку, потому что еще инструмент добирает торговую позицию. Идея в силе. То есть сопровождение я провожу регулярно по всем своим торговым идеям, как в закрытом канале, по тем идеям, которые я публично вам рекомендую. То есть я в видеообзорах только рекомендации даю, а где уже конкретная точка входа. Либо же этой точки входа нет, как, допустим, по натуральному газу в шорт. Я хоть и говорила на прошлом обзоре публичном, что натуральный газ, он у нас в давлении, что краткосрочно дальше смотрится на снижение. Но тем не менее в закрытом канале я шорты не давала. То есть я дала только лонг, только торговый сигнал на покупку уже в четверг, когда сформировался у нас заходной паттерн в лонг. Соответственно, апдейты по крипте в закрытом канале. Ребят, если желаете узнать мое мнение по биткоину, эфиру и другим инструментам. И больше также монет в закрытом канале. Давайте смотреть. Понедельник. Апдейты по криптовалютному рынку, по другим рынкам. Я еще напомню, что я среднесрочно удерживаю покупочки по евро. По евро-доллару 50% позиции зафиксировала, 50% позиции в рынке. Смотрите, это апдейт в понедельник сделала. То есть среднесрочный трейдинг. Это отдельная часть моих сигналов. То есть не только интердейт какие-то сигналы, но и среднесрочная работа, среднесрочные торговые идеи и последующие сопровождения. Говорю, когда закрывать позицию, когда частично фиксируемся, когда произошла обмена сценария и нарисовался паттерн в обратную сторону. Ну, допустим, золото. Удерживаем лонг, 70% позиции в рынке, стоп, без убытки. Вот сопровождение золота, вот это покупка. Я сейчас не буду показывать сами торговые сигналы, потому что еще ранее. Ранее я вам это показывала публично. В предыдущем своем обзоре на прошлых выходных. Посмотрите, ребят, кому интересно. Дальше НЗД удерживаем лонг на тот момент. Дальше фунт-доллар работа по среднесрочным идеям на продажу по индексу-доллару. Вот перезаход по BNB, стоп по 237, перспектива на перехайп. Поэтому BNB мы еще удерживаем. Дальше апдейты по крипте. У нас еще chill USDT висит в рынке. Эфир, BNB по биткоину тоже сделал апдейт. Сигнал flow. Это тот сигнал, который я продублировала и в открытый телеграм-канал. Кому интересно, сопровождение данной идеи, тоже подписывайтесь на закрытый канал. Буду сопровождать все свои идеи и сопровождаю все свои идеи в закрытом канале. Так, пока flow на месте, пока сохраняется у нас лонговая перспектива. Вот катон. Смотрите, по катону торговая идея на покупку в закрытом канале, среднесрочный лонг, и катон на самом деле очень хорошо растет, очень хорошо отрабатывает среднесрочную торговую мою рекомендацию на покупку. Каким образом я отбираю среднесрочные паттерны, я все это рассказываю на индивидуальных курсах обучения, ребят. Почему лонги, почему среднесрочные? Это не потому, что мне так захотелось. Это потому, что так показал рынок, и рынок подтвердил эту возможность работать на среднесрочные. Потенциал по какому-то инструменту. Я все эти моменты учу на обучении, на индивидуальном обучении. Поэтому если интересует курс обучения, если интересует моя стратегия защитный трейдинг, пишите мне в личку, всю информацию предоставлю вам в индивидуальном формате. Так вот, Катон. Давайте посмотрим текущую картину по Катону. Очень интересная сейчас ситуация. На самом деле мы уже там чуть-чуть еще проконсолидировались, но тем не менее начали рост. Начали рост фактически с текущих. Вот там, где я давала торговый сигнал. Посмотрите, вот торговый сигнал на покупку. Тот, что я вам сейчас показала. 82,1 цена. И давайте посмотрим текущую картинку по этому инструменту. Сейчас цена 84,5. И максимум был 85,7. Торговая идея давалась перспективой на первую цель. Это 88. И дальше пробиваем 88, улетаем наверх. Сопровождала свою торговую позицию. Сейчас вы увидите. Так, это еще гол сопровождение покупок. НЗД, когда фиксировала частично свою идею на покупку. Так, Катон. Смотрите, уже начинаем рост. После закрытия вчерашней дневки сформировалась локальная точка входа. Как я ранее писала, перспектива роста средний срок. То есть уже, видите, чуть-чуть добрали торговую позицию. Сформировали еще один лонговый паттерн. Мои ученики знают, о чем я говорю. И начался закономерный рост. Дальше апдейт по валютному рынку, по металлам. Среднесрочный трейдинг. Удерживаем золото. Фиксируем еще 20% позиции на покупку. То есть фактически по золоту, в общем, я зафиксировала уже 50% позиции на покупку. Покупку открывала от минимумов, потому что и это позволил рынок. Рынок позволил здесь увидеть самодостаточный лонговый паттерн. Как я его использую в торговле и в анализе. Рассказываю на курсах обучения, ребят. Дальше. Вот нефть. Нефть марки Brent. Покупочка, о которой я уже вам говорила сегодня в первом блоке. Фьючерсы на долгосрочные казначейские облигации. Интересная ситуация для среднесрочного лонга. Мой анализ по фьючерсам. Фьючерсы сейчас на месте, консолидируются. Потом сделала тоже апдейт в закрытом канале. Смотрите, U&P акция. Какая у меня получилась среднесрочная хорошая идея, среднесрочная отработка по акции U&P. На самом деле не только в закрытом канале, но и публично я вам рекомендовала открывать лонги по акции U&P. Можете посмотреть это видео. Значит, видео с торговой идеей по акции U&P. Вот оно, две недели назад, ребята. Кому интересно, можете посмотреть. Значит, торговая идея на покупочку данной акции. И сейчас мы еще выше ушли. Здесь я зафиксировала 50% позиций в закрытом канале. Вот это торговый сигнал на покупку. Давайте посмотрим его. Вот торговая идея в лонг по U&P. И дальше сопровождение. Зафиксировали 50% позиций, когда инструмент уже, видите, сколько вырастут. То есть это, скажем, среднесрочное удержание позиций, среднесрочная работа с графиками. Как я уже говорила ранее, то есть когда есть какая-то ситуация подтвержденная, правильная и так дальше, для того, чтобы увидеть перспективу средний срок, я об этом информирую своих подписчиков в закрытом канале. А также своим ученикам я говорю, каким образом отбирать все эти моменты и каким образом все эти моменты можно торговать. Так, касательно акций U&P, можете посмотреть сейчас текущий график. Значит, как в закрытом канале, так и публично. Подписчики получали от меня торговую идею на покупку акций U&P. В видеообзоре своим публичным я вам рекомендовала. А также, значит, в закрытом канале, в закрытом канале ВИП Мария Кухта и в открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Так, давайте поищем эту акцию. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим локальную картинку. Вот она. Посмотрим локальную картинку по данному инструменту. И посмотрите, пятница, несмотря на то, что открылась с ГЭПом, откупили фактически до максимумов. Вот и отработка, среднесрочная отработка моего паттерна лонгового. Вот это покупка в закрытом канале. А публично я вам рекомендовала вот здесь покупать. То есть после закрытия пятницы, 30 июня вы могли купить. Потом я еще делала апдейт по U&P и публично, и в закрытом канале о том, что дальше смотрю, рассматриваю лонги. Вот себя лонги шикарно отработали. Давайте дальше смотреть мою работу в закрытом канале на прошлой торговой неделе. Катон. Сопровождение по катону. Удерживаем покупочки. Нефть. Интрадей. То, что я говорила, уже себя отрабатывала на покупку. Сигнал натуральный газ лонг. Это то, что я вам показала в сегодняшнем первом блоке. Четверг. Покупка натурального газа. Сигнал эфир. Эфир у нас еще висит. Ребята, на покупочку по эфиру. Значит, так. Сопровождение по натуральному газу. Нефть. Чуть-чуть добрала торговую позицию, но тем не менее я написала своим ребятам, что лонг актуален. Так, это информация по поводу экспирации текущих, которые у нас были на прошлой неделе. Бренд. Продолжаем работать в лонг. То есть идея покупок актуальна. И сопровождение вот по катону. Сопровождение по фьючерсам на долгосрочные казначейские облигации. Написала свое мнение дальнейшее. По крипте сделала апдейты. И свежеторговые идеи сегодняшние. А именно какие эти идеи 22 июля. Если интересно, по крипторынку подписывайтесь на мой закрытый канал. Вип Мария Кухта. И сами все узнаете. Ну что ж, ребята. У меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube канал Мария Кухта Трейдер. Для того, чтобы всегда получать хорошие видеообзоры, качественные видеообзоры с анализом основных финансовых инструментов. Я анализирую все рынки. Я анализирую валютный рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-сирьевой рынок. Если есть вопросы по рынкам, задавайте. Пишите стикеры в комментариях. Обязательно отвечу на своих следующих обзорах. Не забывайте подписываться на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер. Если интересуют торговые рекомендации от меня, торговые сигналы с сопровождением, с четким ценовым уровнем стопа, а также торговая аналитика, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта. И все это будете получать. Если вам интересен мой подход к анализу рынка, моя торговая стратегия, которую я выработала уже за 10 лет трейдинга, 10 лет работы в трейдинге, значит, защитный трейдинг, моя торговая стратегия, пишите мне в личку по поводу обучения, индивидуальное обучение, ребят, 8 занятий со мной. После занятий наше общение с вами не заканчивается, то есть занятиями не ограничивается наше общение, потому что я считаю, что есть смысл добавить бесплатно в закрытый мой канал, для того чтобы ученики сами убедились, как работают те формации, которые мы будем учить на, собственно, на курсах обучения. Поэтому, если интересно, пишите в личку, обращайтесь, всю информацию по курсам обучения тоже предоставлю в индивидуальном формате. Ну, а также у вас будет доступ полгода бесплатно в мой закрытый канал сигналов Вип Мария Кухта в Телеграме. Ну что ж, ребят, еще раз спасибо за просмотр. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мои ресурсы. Если есть вопросы, задавайте под видео. Буду благодарна за ваши вопросы по рынкам, по видео. Возможно, еще какие-то есть вопросы. Пишите все это в комментариях, обязательно отвечу. Благодарна за предыдущие комментарии и вопросы. Жду свежего фидбэка. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи.